Все, запустил запись, да. Ага, начинаем, да? Да, начинаем, да. Хорошо. Итак, в прошлые разы у меня были такие доклады, скорее туалетические, да, то есть немножко истории, значит, про конкретную технологию, да, там, про искусственный язык, про репетиционный анализ. А сегодня я попытаюсь рассказать, собственно, про свой проект, вот, и заодно попытаюсь обкатать туториал, который у меня планировалось, планируется на EGI 2020, которая должна была в Питере быть в июне, но сейчас сдвигается, значит, частично в онлайн. Как я понял, они хотят частично провести онлайн мероприятие, а частично, точнее, оффлайновую, реальную сессию провести, значит, в осень. Вот, но, значит, там это все будет на английском языке, а я сегодня попытаюсь вот рассказать на русском. Вот, хотя слайды я приготовил именно туда, за исключением одного слайда, который не успел с русского переделать. Итак, задачей у проекта EGI изначально являлась попытка создать такого персонального агента, агента искусственного интеллекта, который будет помогать человеку работать с онлайн информацией, вот, причем под онлайн информацией изначально в первую очередь предполагался новостной контент, ну а потом, значит, понимание того, что мы подразумеваем под онлайн информацией расширилось, и оказалось, что мы хотим включать не только новостной контент, но вообще всех людей, с которыми мы общаемся, с помощью средств электронной коммуникации, как в социальных сетях, так и с помощью мессенджеров, вот, или там любых каналов, которые у нас есть, которые включают цифровую передачу сигнала, которую можно как-то перехватывать, анализировать, если человек это захочет. Вот так и, собственно, структура этих связей и характер отношения в этих связях. Вот, то есть мы, получается, хотим анализировать не только информацию на страницах, в веб-страницах и в электронных документах, но мы хотим анализировать своих друзей и коллег, вот, для того, чтобы, значит, наше взаимодействие с этой информацией, с этими друзьями, коллегами было более эффективно для нас самих, ну и для всех окружающих в том числе. Значит, при этом изначально предполагалось, что мы будем делать просто такого персонального ассистента, вот, делать, причем предполагалось, что мы его будем с одной стороны, как просто попытка создать некоторый продукт, который мы сможем продавать на рынке, а с другой стороны, хотелось на практике прокатать идею AGI, потому что что такое AGI? Это вот по тому определению, которого я придерживаюсь, это способность оперировать, имея множество сложных целей, ограниченные ресурсы и, значит, способность оптимизировать, осуществлять многофакторную оптимизацию при многих целях, многих ресурсах. Соответственно, мы хотим создать некоторому агенту некоторую виртуальную среду, вот, в которой он будет учиться взаимодействовать, ну и поскольку мы хотим делать агента для работы с онлайн информацией, мы предполагаем, что вот мы создаем такую виртуальную собачку служебную, которая будет у человека, значит, так сказать, в подручных, да, то есть человек будет эту собачку натаскивать на поиск нужной информации, собачка будет ему эту информацию приносить, человек там будет за хорошую информацию ей давать косточки, вот за плохие там показывать ремень, вот, ну и постепенно эта собачка будет становиться все умнее и умнее, вот, и начнет становиться человеку настоящим помощником. Опять-таки, когда мы стали это делать, мы поняли, что если мы даем возможность работать просто, ну вот просто есть человек и есть информация, да, то для того, чтобы собачка начинала этому человеку носить правильную информацию, то человеку нужно потратить очень много времени на то, чтобы эту собачку либо запрограммировать, либо ее, ну, обучить, то есть, ну, просто большое количество затрат именно на обучение или на настройку, или на комбинацию настройки и обучения, и поэтому возникла гипотеза, что мы дадим возможность этой собачке, пока человек там спит или занят другими делами, изучить следы человека в его окружающем пространстве, да, то есть, посмотреть, где человек ходил, где он наследил, и таким образом человек сам не знает, а собачка уже все про него узнала и начинает уже таскать для него правильные куски информации безотносительно к тому, чему человек ее научил. Ну, а человек дальше только корректирует, да, где его желание правильно угадано, где нет. Вот, соответственно, комбинация unsupervised learning, когда агент сам пытается проиндексировать или проиндексировать человека, и supervised learning, или reinforcement learning, когда человек явно дается агенту задачи, либо, значит, хвалит его или ругает за правильные или неправильно поставленные задачи. Ну, и вот потом, когда мы стали подключать разные социальные сети, чтобы можно было людей профилировать, мы выяснили, что, оказывается, социальные сети и информацию о мессенджерах можно использовать не только для того, чтобы людей профилировать, а там тоже можно искать информацию, например, можно мониторить не только там ленты новостей, но можно мониторить и группы в Телеграме, например, если у человека человек состоит в двухстах группах, то в состоянии, не в состоянии их всех читать, агент может находить, если там делаются, значит, кто-то что-то пишет, ну, по тематике интересующий человека, то ему может идти алерт на приватном канале, что в какой-то группе что-то написали. Ну, и кроме того, сама информация о том, кто с кем взаимодействует в этих каналах и в этих соцсетях, она тоже может быть для человека интересна. Ну, и вот на сегодняшний день сформировалась вот такая вот экосистема, да, то есть здесь вот иконками показано, с какой информацией мы в Яйджинс на сегодняшний день можем работать. Вот, то есть если начинать с правого нижнего угла, значит, тут написан Twitter, который сейчас еще не подключен, но вот с завтрашнего дня начнем подключать Twitter, там по ряду причин его откладывали на последний момент, ну, по той причине, что на российском рынке Twitter был мало представлен, поэтому был бы он наименее интересен, поэтому подключали постепенно все остальное. Вот, значит, дальше идет Reddit, который подключили буквально позапрошлом месяце, Telegram, который подключали поэтапно, значит, на протяжении там последних трех полугода, Slack подключили в прошлом году, Facebook Messenger – это Messenger, Facebook – это Facebook как Facebook, социальная сеть ВКонтакте – социальная сеть, Google Plus подключили давно, но потом Google Plus умер, и сейчас от Google Plus осталась только возможность авторизоваться через Google. Голос ID – это социальная сеть на блокчейне, значит, русскоязычные ребята взяли и сделали форк, точнее, клон Steam, это Steam, это тоже соцсеть на блокчейне, но английская, которую создал Дэн Лерримор, который сейчас EOS раскручивает, вот, потом он из Steam'а ушел в EOS, вот, а до того, как он из Steam'а ушел в EOS, значит, русские программисты сделали копию и на основе рейсетки сделали сетку голос ID, вот, у которой там дальше получилась интересная история, про которую я сейчас не буду говорить, ну, в общем, вот две соцсети на блокчейне, англоязычные и русскоязычные похожие. Вот, в какой-то момент подключили эфир, вот, но в эфире, как бы, текстовой информации напрямую нету, там ее можно выколупывать, в принципе, мы этого пока не делаем, из эфира мы берем сейчас только графы. Вот, PayPal подключен, PayPal подключен исключительно как платежная система, вот, ну, то есть, чтобы можно было там платить денежки за сервисы, вот, WWW – это, собственно, весь публичный веб, это первое, что было подключено, ну, то есть, 90, скажем так, процентов публичного веба, оно доступно, вот, 10% мало доступно, это там, где есть динамический HTML, который генерится на летучего скриптом, вот, это сейчас не обрабатывается, хотя, в принципе, принципиальная возможность есть такая. И, наконец, Discourse – это семейство форумов, да, то есть, есть несколько основных, там, 5 или 10 в мире движков для создания форумов, вот, Discourse – это, по-моему, входит в первую пятерку, соответственно, вот, все форумы на Discourse через API мы сейчас закрываем, то есть, в принципе, мы можем работать с любыми форумами, но извлечение и анализ информации, так сказать, в них возможен только там, где они не запаролены, то есть, мы не пытаемся ломать там капчи, и не пытаемся, значит, эмугировать пользователей, мы работаем либо через API, либо с публичными страницами, вот, но, соответственно, форумы Discourse предоставляют API, и можно подключить любой форум Discourse. Это вот та экосистема, которая есть, если время останется, я, значит, могу рассказать в подробностях, значит, как, какие возможности предоставляет каждая из этих интеграций, какую информацию там можно получить, какую нет, значит, где есть какие плюсы, есть какие минусы, вот, но это вот уже будут детали, поэтому, наверное, потом. Вот, теперь, собственно, чего хотелось, значит, и куда, значит, и каков наш план завоевания Вселенной, это вот единственный русский слайд, который я не успел перевести. Вот, то есть, изначальная идея в 2015 году, на самом деле, в 2014, но активность, значит, разработка пошла в 2015, была такая, что мы делаем личного агенда для поиска, анализа и распространения информации. То есть, мы делаем бота, который может помогать искать информацию, а также ее распространять. Вот, еще раз оговорюсь, что по определению наш проект предполагает, что мы работаем через API, то есть, мы не пытаемся там создавать ботов, которые будут, значит, не будем создавать ботнет, не будем создавать фейковые аккаунты. Вот, то есть, каждый раз, когда очень часто возникают проекты, которые этого требуют, вот, ну, мы говорим так, значит, мы можем у нас движок использовать, но если кто-то вот сделает ботнет для вашей задачи, то мы можем этот ботнет подключить как некоторую интеграционную платформу, ну, как некоторый источник интеграции, как будто это там любое из того, что я перечислял раньше, и работать через API с этим ботнетом. Вот, но сами мы ботнетами не занимаемся, мы работаем только через API, которые предоставляются, либо с публичной информацией. Вот, значит, дальше, ну, это как бы было более-менее сделано, там можно причем обсуждать, значит, как бы, что у нас плохой интерфейс, вот, но на данном этапе главное не интерфейс, а главное движок. Для того, чтобы тратить время на интерфейс, нужно понимать все-таки бизнес-модель, а с бизнес-моделью, как там пока что все не очень хорошо, но это отдельная история, про бизнес-модель я сегодня не планирую говорить. Вот, в общем, как таковой личный агент работает, вот, значит, причем есть основная версия сейчас, которая поддерживается, это веб-версия, вот, причем это сделано open source, вот, соответственно, вы можете работать с, есть то, что вы видите на eagence.com, это не просто некоторая дема, вот, это на недостаточно, на достаточно маломощном сервере развернута тестовая база, где там есть порядка 600 пользователей, и порядка из них там 50 ежемесячных пользователей, вот, но, так сказать, сейчас вот несколько таких инсталляций развернуты в сингулярите нете, и любой человек, в принципе, может развернуть, натянуть свою веб-морду и создать своего собственного агента, и вот здесь вот как раз второе, второй этап захвата вселенной, значит, это корпоративный агент для поиска, анализа и распространения информации в компаниях, учреждениях, элективах, социальных группах, то есть идея какая, что вы можете не пользоваться облачным ботом нашим, да, допустим, я, eagence.com, который живет, а вы можете там для своей компании создать свою собственную инсталляцию, вот, завести там своих пользователей, вот, и у вас будет свое собственное информационное пространство, свои собственные источники, информации, свои собственные сетевые интеграции подключены, свои собственные аккаунты, там, Facebook, Stimity, там, Reddit и так далее, вот, свои настройки, свои шаблоны, про которые я буду говорить, свои параметры поиска и пастеризации, вот, и, как это, этот коллективный агент будет решать ваши задачи. Значит, второе направление справа, это вот идея, которую в свое время неоднократно, значит, обсуждали, в том числе с психологами, с самыми разными, это, так сказать, продолжить линию развития личного агента, но сделать его, чтобы он не просто информацию искал, а чтобы он еще и, как бы, помогал, ну, помогал по жизни, да, чтобы он помогал, допустим, человеку понять, значит, какие-то нюансы взаимоотношений со своими коллегами или сотрудниками, да, ну, допустим, там, вот, дальше я буду говорить про это более детально, но чтобы он помогал, допустим, выявить какие-то потенциальные конфликты в окружении, так сказать, человека или, значит, отслеживал динамику его коммуникации и выявлял какие-то неблагоприятные тренды и говорит, так сказать, может быть, даже давал какие-то рекомендации, что что-то там ты последнюю неделю, так сказать, сплошной негатив пишешь, может быть, тебе там взять отпуск, к примеру, или ты вот Маше послал письмо, Маша на тебя расстроится от такого письма, лучше, значит, купи ей цветы после того, что ты ей написал вчера, вот, значит, это тоже, так сказать, что сейчас постепенно развивается, вот я про это буду говорить, какие там есть возможности и перспективы, вот, но в какой-то момент, значит, когда особенно стало становиться понятно, что подобного рода продукты продаются очень плохо на рынке, то есть, ну, опять-таки, я не буду говорить про бизнес, в общем, мы пришли к выводу, что надо попытаться все-таки фокусироваться не на продажах, а на создании именно платформы, создании именно, значит, инструмента, ну, как бы инструмента, на основе которого можно создавать продукты подобного класса, да, для поиска анализа информации социальной и новостной, чтобы на базе этой платформы уже делать какие-то нишевые решения. Соответственно, вот возникла идея инструмента для создания умных агентов или платформы e-agents, которая была, значит, пару лет назад выведена в open source, вот, ну, и делается попытка ее как-то внедрять в различные проекты, наиболее успешно это сейчас происходит в сотрудничестве с Singularity нет. Вот, ну, и, соответственно, вот отсюда мы идем, значит, во-первых, направо, это нишевые решения, там, для юриспруденции, спорта, там, бизнеса, то есть везде, где нужно искать специализированную информацию, там могут быть свои наборы источников информации, свои шаблоны, свои категории, свои правила, вот, свои аудитории, вот, и, соответственно, все это можно кастомизировать. Ну, а налево мы уходим, значит, в использование методов репутационного и социального анализа, про которые, значит, я рассказывал в прошлом году, про которые тоже сегодня чуть-чуть скажу, это приложение для электронной демократии, умного государства, вот, потом, значит, отдельная ветка, что если мы делаем агента персонального, то он может не только про новости говорить, но и помогать вообще, так сказать, в решении любых задач, в том числе, там, взаимодействовать с умным домом, вот, есть небольшой демокейс, как, используя язык агентов, который является частью технологии, можно автоматизировать взаимодействие с умным домом на платформе, гугловой в платформе Firebase, которая называется. Ну, и, значит, от электронной демократии мы можем перейти к распределенной сети нового поколения, основанной на доверии, поскольку у нас вычисляется репутация, мы можем вычислять всех людей, которые, так сказать, заслуживают доверия и, соответственно, являются авторитетами в данном обществе, им доверить, так сказать, и больше внимания уделять их мнению, вот, то есть мы получаем социальную сеть нового вида, вот, но и с другой стороны у нас появляется универсальный агент, который эту сеть обслуживает, то есть у нас получается распределенная сеть, которая работает не за счет, значит, одного большого сервера, где загружены все пользователи, а у нас есть просто множество персональных агентов, которые взаимодействуют и коллективных агентов, то есть у нас могут быть коллективные агенты, у нас могут быть персональные агенты, они все могут между собой взаимодействовать и получается такая децентрализованная социальная сеть на персональных или коллективных агентах. Ну вот, значит, внизу показано, где мы были в 2015 году, сейчас показано, где мы находимся в году 2020. Значит, как бы основные проблемы, которые мы решаем на сегодняшний день, не в две, то есть первая проблема – это мониторинг информации. Вот, здесь изначально этот проект, в частности, был, ну, то есть этот юст-кейс возник из моей собственной деятельности, как по соревновательному, соревновательной разъемке, все-таки по конкурентному анализу я пытался мониторить рынок с помощью Google Earth, вот, и понял, что это, в общем, продукт достаточно неадекватный. Ну, я не буду сейчас, опять-таки, издаваться в виду деталей анализа соревновательной, я просто понял, что если у меня есть задача по какой-то теме оперативно получать обновления, значит, и, значит, нотификации, что вот кто-то что-то там выпустил, или кто-то что-то зарелизил, или кто-то что-то про кого-то написал, то, причем, не то, чтобы я там мониторил, там, к примеру, Крампа или Путин или коронавирус, тут все просто, ты заходишь на ленту РУ, там, или там, какой-нибудь там Нью-Йорк Таймс, и там, значит, сядь тебе свежая подборка. А если тебе нужно, допустим, про персональных агентов, там, или там, про производство, допустим, кирпича в Новосибирске, вот, то тут Google Alerts для этого не работает. Вот, и возникла идея сделать такой инструмент для высоко персонализированного, высокоточного и высокооперативного мониторинга новостных источников, чтобы я сам мог задать, что мне нужно мониторить, сам мог сказать, значит, сконфигурировать те сайты, и те ресурсы, и те сегменты интернета, где не нужно мониторить, и вот за счет такой вот точности настроек я бы получал информацию более оперативно. Ну, и кроме того, если у нас этот агент не совсем персональный, а коллективный, то есть если много людей, там, так сказать, группа, там, допустим, отдел, там, или компания, сотрудники в компании работают в одной и той же области, то оценку релевантности или актуальности информации можно также фильтровать, то есть все агенты, всех участников могут там нарывать сотни страниц или там ссылок в день, вот, но методами коллективного интеллекта можно еще дополнительно, значит, оперативно отслеживать, какие из них более релевантны и какие нет, чтобы там не нужно было разгребывать, чтобы минимизировать количество мусора во входных лентах, но это я тоже покажу, как это работает. Так, и, ну, собственно, вот, да, как это работает, этот случай. То есть сначала, значит, человек подключается и, значит, подключает, может указать свои аккаунты в каких-то социальных сетях, вот, и если он это сделал, или если человек ставит агента на телефон, он на телефоне, значит, агент сам на телефоне может посмотреть, а куда человек ходил и какие поисковые запросы он делал, вот, и агент сам, значит, формирует для человека тему его интересов, темы, так сказать, те шаблоны или, так сказать, наборы ключевых слов или ключевых фраз, которые, очевидно, человека интересуют с точки зрения агента. Вот слева здесь показано то, что агент человеку нагенерил, а человек может, соответственно, поставить галочки там, где, так сказать, робот угадал, вот, может там подправить руками, где робот не угадал, вот, ну, и может эти галочки убрать или вообще удалить информацию, значит, ту, которая человеку не нужна. Значит, идея заключается в том, что, значит, человек мониторится в единицу времени только то множество информации, которое отмечено галочками. То есть, если, к примеру, сейчас вот меня не интересует искусственный интеллект, я его отключаю, а потом могу включить, когда он мне понадобится. Вот сейчас я включил, к примеру, только фейк-ньюс, ну, тут еще и то, что касается чат-ботов, а то, что касается Фейсбука там внизу, я отключил, и Гугл меня тоже сейчас не интересует. Сейчас я мониторю только Фейсбук, чат-ботов и IGI, и искусственный интеллект. Вот первые три позиции. Ну, и аналогичная ситуация с сайтами. То есть, робот сам тоже на нулевом цикле пытается начекать те сайты, которые он, значит, нашел, что я их когда-то где-то шарил в Фейсбуке, или которые я когда-то по ссылкам, по которым переходил в поисковых своих историях, значит, если они доступны на телефоне. Вот он, значит, берет, формирует, соответственно, базу УРЛов для индексирования, базу шаблонов для поиска и начинает генерить для меня новостную ленту. Вот, слева внизу, вот здесь вот новостная лента, которую робот сам генерит, извлекает из страниц фрагменты той информации, которая меня должны зацепить, а я, соответственно, и дает ссылку. То есть, по сути, можно сказать, что агент вот в приложении генерит некоторую РСС-ленту, по которой я могу переходить, значит, и, ну, либо я говорю, сразу говорю, что это мусор, удаляю ссылку, либо я, так сказать, говорю, окей, информация принята, ставлю галочку, агент запоминает, что эта информация была для меня полезна, вот, ну, либо я могу, значит, перейти по ссылке, убедиться в том, что мусор это или нет, ну, и, соответственно, снова либо удалить, либо поставить галочку, чтобы агент в следующий раз подобную информацию находил. Вот, ну, вот, как выглядит существующий интерфейс, значит, которым можно пользоваться. Вот, значит, генериция лента, значит, то, что меня нравится, я ставлю галочки, то, что я не успел разобраться, оно висит сверху, вот, то, что я удалю, его не видно. Вот, и столбиками показано, значит, две метрики. То есть, сейчас метрик 4 на сайте, значит, когда я делал скриншоты, их две. Первая метрика синеньким показана, это то, что называется Personal Relevance, и зелененьким сейчас показано то, что называется Social Relevance. В чем разница? Значит, то, что, то есть ширина синенького столбика, это то, насколько подобная информация нравилась мне в прошлом. То есть, насколько я часто на подобные слова или подобное сочетание слов ставил галочки. Вот, соответственно, если вот тут максимально, значит, про президент Трамп написано, значит, и иммигрантс, и что-то Border Fight, значит, меня тема, значит, борьбы президента с Трампа, с иммигрантами в прошлом сильно интересовала, и поэтому столбик максимально синий. Вот, а зелененький столбик на данном скриншоте показывает то, что называется Social Relevance, то есть, насколько подобная информация была интересна в прошлом моим друзьям. То есть, если у меня есть друзья, которые робот вывел, или которых я сам явно указал, значит, он смотрит на то, что нравится друзьям, и, соответственно, зелененький столбик показывает, насколько это нравится друзьям. Ну, вот отсюда можно сделать вывод, что меня интересует Трамп и, значит, защита границ, а друзей мои больше все-таки интересует бизнес, и бизнес, и деньги, и финансы, и, ну, Трамп, правда, там тоже фигурирует. Вот, ну, и, соответственно, вот, если меня интересует, если у меня ограниченное количество времени, я хочу максимизировать пользу от информации для себя, я выбираю, значит, то, где максимально большой, синий и зелененький столбик. Значит, в существующей версии, там, значит, немножко все поменялось, то есть, кроме Personal и Social Relevance, мы еще меряем сентимент. Но там, значит, в тестовом режиме, то есть, там не очень точная измерялка, значит, позитива-негатива, там она, так сказать, в тестовом режиме работает, но сейчас, значит, Social Relevance измеряется оранжевым столбиком, а зеленый и красный показывают степень позитива и негатива. Вот. Соответственно, вторая проблема, которую мы решаем, так, я загляну, насколько мы двигаемся полчаса, значит, вторая проблема, которую мы решаем, это помочь сделать онлайн-коммуникации, значит, более полезными, безопасными и эффективными. Под онлайн-коммуникациями мы подразумеваем в общем случае все. То есть, это могут быть взаимодействия в соцсетях, в мессенджерах, в электронной почте, в смсках. Если вы даете агенту право читать вашу электронную почту, смс, если не даете, то он это не будет анализировать. Вот. Соответственно, все, что вы ему дадите, все он может анализировать и может, во-первых, выяснять, кто для вас и вашей компании является лидером, авторитетом, вот, с кем вы поддерживаете, так сказать, более-менее равноправные и, так сказать, асимметричные, что называется, отношения, вот, кто является для вас, так сказать, младшим, так сказать, по репутации и, так сказать, в большей степени является для вас, как бы, поклонником там или последователем. Вот. То есть вы, когда в соцсетях же работаете, да, обычно, так сказать, можно сказать, что вот этого человека я фоллоу, да, а он вас совершенно не обязательно фоллоу, да, то есть вы следите, читаете, что он пишет, а он про вас даже не знает. То есть схема может быть асимметричная, да, то есть наверху находится лидер, для которого вы подписчик или последователь, вот, а внизу может находиться ваш подписчик, для которого вы являетесь лидером, вот, а сбоку налево находится вас вдруг, с которым вы находитесь во взаимных отношениях и лайкаете друг друга и комментируете друг друга и видите друг друга. Вот, соответственно, вы можете, так сказать, во-первых, подбирать себе наиболее достойных лидеров, во-вторых, вы можете укреплять связи с друзьями, в-третьих, вы можете расширять, больше изучать свою аудиторию своих поклонников, выяснять, кто ваши поклонники, чем вы им дороги и, соответственно, как-то улучшать свое положение в обществе. Ну вот, и как бы агент призван эту задачу решать. Ну вот, например, значит, как это могло бы выглядеть, то есть сейчас оно так не выглядит, сейчас это все немножко более, значит, менее интуитивно на сегодняшний день сделано, но вот идея, она, в принципе, тем не менее такая, что вы, значит, ну, дело в том, что на мобильной версии сейчас нету, а в веб-интерфейсе это все делается не через крыжики, а через авторизацию. Вот, то есть для того, чтобы авторизовать себя в Фейсбуке или там в Стиме в Фейсбуке, вы должны просто зайти через Фейсбук и, так сказать, в соответствии с протоколом у Аут Фейсбука подтвердить, что приложение Фейсбук разрешает приложению Яйджинс читать данные пользователя в Фейсбуке. То есть одной галочки тут недостаточно. Вот, но идея, тем не менее, такая, что есть набор каналов, с которыми вы работаете, электронная почта, смски, вхождение по вебу, поиски по вебу, соцсети, там блокчейны, и вы, так сказать, выбираете, можете набрать себе набор, значит, тех каналов, в которых вы хотите анализировать информацию, а он из этих каналов уже дает вам как новостную информацию, как и вычисляет ваши социальные графики с вашими партнерами или коллегами. В том числе может толщиной стрелочек в этом графике, например, указать интенсивность ваших взаимодействий, цветом позитивность или негативность ваших взаимодействий, вот, соответственно, зеленая хорошо, красная плохо, стрелочками направления, то есть, например, вот здесь вот, из того, что стрелочка красная идет от Джерри Стрэнджер, значит, к человеку, к Ми, значит, это говорит о том, что Джерри Стрэнджер, значит, какую-то гадость вам написал, по какому-то из каналов связи, а то, что, значит, Джой Маклейн и Ми, значит, стрелочек нету, значит, просто красная связь, это значит, что вы с ней просто симметрично с друг другом поругались, Вот, значит, и, так сказать, остались квиты к общему взаимному неудовлетворению. Ну, а в ответ она может демонстрировать степень, так сказать, кармы или репутации в данном сообществе. То есть Билл Эшли в данном сообществе является, так сказать, безусловно, лидером, ну, а Энтони МакГрэвер – это вот такой человек, который, видимо, только недавно в этом обществе себя никак не проявил, поэтому он самый стеренький и внизу. Вот, соответственно, вот как-то так мы это можем структуризировать в свое сообщество. Возможность структуризации определяется тем, насколько дан канал, из которого информацию берете, открыт для анализа. Тут все очень по-разному, то есть начиная от блокчейна, где все открыто и кончая каким-нибудь, не знаю, фейсбуком или ватсапом, где все закрыто. Вот, и, так сказать, масса вариантов посередине. Если время останется, опять-таки я могу рассказать. Ну, вот, да, вот, значит, еще один пример, значит, тоже, значит, в принципе, вот все это, все, что здесь нарисовано сейчас есть, но здесь это показано схематично, в жизни это выглядит немножко не так. То есть, значит, допустим, человек регистрируется в мобильном приложении, вот, значит, показывает, что ему интересует. Допустим, его интересуют только друзья, коллеги, социальная карта, динамика собственной кармы или репутации, ну и возможность болтать с агентом. Вот, там, допустим, поклонники, там, сайты, настроение его не интересует. Вот, дальше он чекает каналы в середине, то есть из каких каналов брать информацию, ну и с правой стороны какие-то дополнительные настройки, плюс, значит, через те объемы информации, которые мы обрабатываем, мы можем как-то, так сказать, с данной реализацией агента категорировать с монетизацией. Допустим, если мы делаем платного агента, то максимум НИУС 5, количество новостей 5, вот, но если там хочешь больше, чем 5, то за это нужно заплатить. Или если хочешь, чтобы на твоих данных агент не учился и побученные модели не использовал для других людей, то тогда ставите галочку Keep Data Private, значит, ты, значит, так сказать, за эту денежку агент на моделях, на которые он на вас натренируется, значит, не будет эти модели использовать при общении с другими. То есть, что важно, что в любом случае этот агент не может распространять ваши данные, вот, но если он чему-то научился, то здесь уже возникает вопрос. Если вы хотите, чтобы, ну, то здесь возникают разные схемы, на самом деле, это тоже про это, это тема защиты персональных данных и монетизации этой истории, это отдельная история, я сейчас не буду тратить на это время. Так, ну, это вот тоже, значит, дополнительные возможности. В реальности это все выглядит сейчас не так, это вот рисовалось, значит, для того, чтобы просто понять, как это может выглядеть. Вот, например, с левой стороны мы видим, значит, различные параметры социальных взаимодействий, сколько позитива, сколько негатива, от кому пришло и кому ушло. Посередине то же самое, значит, в стрелочках, вот, а справа, как менялась карма, значит, видит там социальный капитал человека по дням. То есть, можно мониторить, значит, когда я с кем-то, когда я в хорошем настроении, когда я в плохом, когда я с друзьями дружу, когда я с друзьями ругаюсь, вот, и как они ко мне относятся. Вот, теперь, значит, собственно, переходя к тому, как работает и как все это устроено, значит, есть два уровня, как бы, архитектуры. То есть, один уровень архитектуры – это что называется идеологический, то есть, как мы организуем данные, ну, то есть, как мы относимся к данным и, так сказать, какого рода у нас данные есть, так сказать, с большой точки зрения. Ну, вот, с точки зрения того, что вот на предыдущем докладе, там, я говорил, там есть мета-онтологии, есть онтологии, да, вот, а есть фундейшн-онтологии, то есть, какие слои данных у нас есть. Ну, вот, с этой точки зрения мы можем выделить, скажем так, четыре категории данных. Вот, первая категория данных – это фундаментальные данные, значит, вот, может быть, кто-то вот эту логику услышал, но я повторю. То есть, фундаментальные данные – это то, что, грубо говоря, это антология, на основе которой у нас агент работает в данный момент. То есть, к примеру, если мы занимаемся, допустим, работой с юридическими документами, то вот предметная антология, используемая в лего-алтеке, в юриспруденции, она вот является, по сути, этим фундаментальным графом, который использует данный агент, индивидуальный или коллективный. Вот, с левой стороны у нас находится социальный граф данного пользователя. То есть, если у нас информация есть, то она всегда привязана к каким-то людям. То есть, если какая-то информация появилась в системе, будто это сообщение или какая-то новость, она всегда имеет привязку. Причем привязка этих двух типов. Это два двух типа. Либо это автор непосредственно, то есть, либо какой-то социальный источник, будто человек, организация или новостное издание, и автор этого новостного издания эту информацию создали. Вот, либо, значит, этот участник социума к этой информации как-то отнесся. Либо сказал, что это фейк, либо сказал, что это, значит, информация истинная, возможно, выразил там свое отношение позитивное и негативное. Ну, и, значит, нам нужно понимать, значит, вот, кто все эти люди, как они связаны с нами, каких они с нами отношениях, значит, какая у них репутация, кто кому зайчик, кто кому, значит, наоборот, не зайчик, чтобы мы могли, когда получаем какую-то информацию в свои руки, иметь возможность оценить автоматизированными средствами, а вообще говоря, является ли данная информация манипулятивной, достоверной или достоверной. Исходя вот из этих самых источников. Значит, дальше внизу находится то, что называется evidence graph. То есть evidence graph – это, собственно, вот информационный поток, который поступает на вход. Вот, и этот информационный поток, он с одной стороны, значит, привязан вот к этому фундаментальному графу, да, потому что если у нас, значит, антология связана с юриспруденцией, а нам на вход сыплется информация, там, допустим, про продажи автомобилей, то, соответственно, эта информация, она никак не связана с нашей предметной областью, она должна отфильтровываться. Вот, а если она связана с юриспруденцией, то, значит, все факты, которые попадают на вход, они привязываются к соответствующей антологии вот этого фундаментального графа. Вот, и опять одновременно вот эта самая информация, выведенная с графа, она привязана к тем, кто информацию сообщает и тем, кто ее явно или неявно верифицирует или как-то к ней относится. Вот, ну и, наконец, на основании вот этих вот фундаментального графа, социального графа и, значит, графа фактов у нас формируется то, что называется imagination graph. Это то, что возникает в результате, значит, так сказать, логика вероятностного вывода, вот, или, значит, социально-фактологического вывода. То есть мы берем на самом деле информацию из evidence graph, вот, считаем, значит, доверие к источникам или верификаторам этой информации, проверяем, что эта информация, значит, относится действительно, ну, соотносится каким-то образом к той антологии, которая находится вверху, ну, и вычисляем актуальность или, там, степень доверия, какие-либо веса или важность, там, по-разному это можно метрики назвать, значит, того, что, значит, должно попасть в imagination graph. Соответственно, вот, в imagination graph у нас информация, оказывается, отсортированная по важности или вероятности, или, там, степени доверия того, как мы к этой информации относимся. Это вот, как бы, принципиальная модель. Значит, можно примерно по-другому на эту модель взглянуть следующим образом, что с левой стороны, если мы этот, вот, если мы всю информацию представим кубом таким вот, вот, то этот куб можно разрезать в данном случае, значит, в трех направлениях. Вот, во-первых, его можно резать по вертикали, вот, внизу находятся просто факты, ну, так сказать, под фактами подразумеваются не факты, которые, значит, являются фактами, а то, что нам сообщают, то есть поток какой-то информационных сообщений, поток событий, да, то есть evidence – это просто событие, которое требует фильтрации. Вот, наверху написано, значит, находится foundation, то есть информация, которая в данный момент является абсолютно истинной для нас, вот, она может меняться тоже по ходу дела, но, значит, в данный момент она является, является основой для принятия решений, а между ними является все то, что мы вычисляем, то есть на основе, так сказать, вот этих вот входа с привязкой к основанию мы вычисляем, вот, так сказать, некоторую воображаемую картину мира. Вот, при этом, значит, из evidence в imagination мы попадаем через двойковоятностный вывод, вот, а по ходу дела, если какая-то информация оказывается у нас в результате inference многократно подтвержденной, то происходит то, что здесь обозначено с левой стороны стрелочкой hardwiring, то есть мы можем на самом деле прописывать вот эту вот часто повторяющуюся высоко релевантную или высоко вероятную информацию, прописывать ее в foundation graph, значит, у нас, так сказать, нарастают те связи, которые мы начинаем, которые являются частью нашего графа, которая, ну, фундаментального графа, на основе которого мы принимаем все свои решения. Ну, на самом деле, может быть и обратный процесс, какая-то информация может из фундаментального графа тоже выкидываться, таким образом фундаментальный граф может перезаписываться. Вот, ну и с правой стороны два других способа резать этот кубик, вот, с одной стороны мы можем резать его, значит, справа налево, слева у нас та информация, которая привязана к некоторым социальным связям, с правой стороны, которая не привязана к социальным связям, ну, то есть, допустим, то, что связано там, допустим, с погодой, да, или там с моим самочувствием, это не социальная информация, вот, а то, что мне говорят от Васи Петя Лимаша, это социальная информация. Ну, и, соответственно, тоже мы можем какую-то информацию важную для себя получать, анализируя через инференс информацию, поступающую из внешних источников. Ну, и с правой стороны, значит, показано, опять-таки, значит, с самого справа, что показано, что мы можем этот кубик еще нарезать, значит, самое вот, к себе от себя, в этом, в третьем измерении. Вот, с одной стороны, у нас находится информация, так сказать, коротковременная, так сказать, память, то есть, то, что непосредственно сейчас находится в фокусе внимания, а дальше, на заднем плане находится долгосрочная память, то, что нам сейчас не нужно, но при необходимости мы за счет фокусировки внимания можем эту информацию извлечь на передний план, вот, ну, а когда она нам на переднем плане не нужна, мы ее забываем, вытесняем долгосрочную память. Значит, вот, то есть, это как бы идеальная архитектура была. Теперь в таком виде мыслилась программная архитектура, значит, в 2015 году, до того, как это все было сделано, вот, выглядело это все примерно следующим образом, что поскольку агент должен общаться с пользователями, то с едой стороны у него есть такой модуль, значит, который называется коммуникатор, вот, куда можно втыкать, так сказать, различные адаптеры, значит, являющиеся коммуникаторами для различных коммуникационных каналов. Вот, допустим, имейл, вот, имейлер – это для взаимодействия по имейл, CMD-лайнер – это для взаимодействия в командной строке, там, в стиле, значит, Unix-консоль, TCP-peer – это взаимодействие, значит, по TCP, или точно так же SSH в телнете, или точно так же SSH клиент может быть, вот, SMTP, значит, SMTP – это через SMS-ки, ERC – это через чат, HTTP – это по HTTP-протоколу, ну, то есть всех протоколы, которые есть для транспортного уровня, то есть вот этот коммуникатор, он обеспечивает связь протоколов транспортного уровня. Вот, и, соответственно, дальше, если мы идем от этого коммуникатора направо, у нас есть стрелочки, значит, к коммуникатору и от коммуникатора, которые ведут к модулю, который называется Conversationer. Это вот, собственно, Conversationer – это, по сути, сердце чат-бота. То есть у нас предполагается, что все взаимодействие с агентом идет через некоторый язык, вот, более того, этот язык есть, он называется E-Agents Language, вот, и вы с этим ботом можете взаимодействовать. Соответственно, вот стрелочка от коммуникатора к этому Conversationer называется AL Reader – это, значит, анализатор языка агентов, вот, ну, а в обратную сторону мы можем выплевывать информацию в самых разных вариантах. Это может быть и вот верхний кружочек, вот этот вот, значит, это может быть, мы можем отвечать и на языки агентов, мы можем отвечать и на JSON, мы можем и бросить страничку в HTML, вот, это HTML в Reader, соответственно, значит, на выходе мы можем получить все, что нас попросят на входе. Соответственно, Conversationer для того, чтобы, значит, работать, значит, чтобы поддерживать вот эти вот диалоги, у него есть, во-первых, система хранения сессий, то есть мы можем, так сказать, хранить сессии, причем сессии, они специфические в зависимости от коммуникационного канала, там, какие-то различные свойства в сессиях хранятся. Соответственно, также у него есть, собственно, модуль машинного обучения, вот, грубо, который называется Thinker, то есть это система, которая может причислять там как раз, собственно, вероятности и релевантности в зависимости вот того, что я рассказывал выше, исходя из персональную релевантность, социальную релевантность, в зависимости от того, на чем мы учимся, значит, и, так сказать, выдаем ли мы информацию на основе, так сказать, модели собственной, персональной или модели ближайшего окружения. Вот, соответственно, значит, да, вверху, да, теперь вверху, значит, что вверху находится селфер, да, то есть кроме того, что у нас вот этот вот агент, у него есть, так сказать, модуль, отвечающий за разговорный интерфейс с пользователем, у него есть еще собственный, так сказать, цикл, значит, жизнеобеспечения, да, которым обеспечивается компонент, который называется селфер, то есть он занимается тем, что периодически делает массу вещей, там, значит, самое, проверяет социальные сайты, запускает сайт спайдера, проверяет социальные сети, запускает социал фидера, если что-то нужно человеку сказать вдруг или каким-то людям что-то послать, он, значит, опять-таки идет и дергает сам коммуникатор, что-то им посылает, какие-то алерты, вот, он же этот селфер, значит, самое, периодически сохраняет информацию, обновляет информацию в краткосрочной памяти, и он же занимается тем, что периодически сбрасывает информацию в долгосрочную память, вот, и он же занимается тем, что, так сказать, при необходимости, значит, зачищает информацию, выбрасывает малоделевантную или слишком старую информацию из краткосрочных памяти долгосрочную и вообще зачищает долгосрочную память. Ну это вот как оно изначально задумывалось. Меня слышно, да, там все нормально работает? Да, хорошо слышно. Да, хорошо. Вдруг я сам с собой разговаривал уже 50 минут. Хорошо, значит, теперь, значит, потом спустя какое-то время после реализации значит, вот немножко другая схема, которая немножко более структурирована, показывает именно многообразие различных возможных ходов и выходов и способов взаимодействия. Значит, здесь показано некоторое подмножество исходной архитектуры, вот, и уже показано, так сказать, постфактум, исходя из того, что было сделано, вот, и выглядит немножко более структурировано, значит, то есть идем сверху вниз. То есть что у нас получается на входе? На входе у нас получается несколько видов получения информации на сегодняшний день. Ну, то есть было, то есть в коммуникейторе здесь вот было написано много всего, вот, реализовано было в итоге не все, но вот на сегодняшний день основные три канала информации. Ну, то есть, во-первых, это есть коммуникатор, тот же, только про который мы только что говорили, и информация через коммуникатор, из коммуникатора может появляться в сегодняшний день четырьмя способами. Либо у нас есть просто чат, да, либо это чат по HTTP через браузер, значит, либо это Тилнет, либо это чат в терминале, локально, значит, взаимодействуете вы в сервере, значит, с роботом, а серверы обычно используются для тестирования и разработки поддержки. Вот. Дальше, есть возможность сверху на этот коммуникационный, на язык агентов, значит, коммуникацию по языку агентов нацепить, значит, пользовательский интерфейс на андроиде, вот, и все, все, что агент говорит на языке агентов, оно транслируется в события в пользовательском интерфейсе, значит, нативном на андроиде. Аналогичный, аналогичный есть клиент на Java Swing, то есть у вас, то есть есть дистопное приложение на Java Swing, значит, где, опять-таки, вот все события, значит, с бэкэндом, все взаимодействия, события, связанные со взаимодействием с бэкэндом, они транслируются, значит, из языка агентов в Swing и обратно. Вот, причем в какой-то момент возникло понимание, что надо от Swing уходить, нужно переходить на Java FX, вот, но руки не дошли. Ну и, наконец, последнее, вот то, что сейчас основное в продакшене, это веб-интерфейс, который на jQuery, вот, на который все жалуются, вот, вначале первая версия веб-интерфейса на jQuery была, как-то, совсем ужасная, вот, пару лет назад она была изменена радикально, но оказалась все равно недостаточно удобная, ну вот, какая есть, сейчас такая есть, когда-нибудь надо будет переделывать. Это вот то, что связано с коммуникатором, вот первый канал поступления информации, вот, и это, по этому каналу информация поступает, вот, собственно, в модуль, который занимается, собственно, чатом, он поддерживает чат на языке агентов, вот, инфа, либо отвечает, либо передает информацию дальше, это аналитический модуль. Значит, дальше у нас источником информации также является социальная сеть, вот, значит, информация 16-го года, тогда еще работал Google+, тогда еще было не все отрезано в Фейсбуке, значит, тогда ВКонтакте, значит, работало примерно так же, как сейчас работает, тогда же были подключены стимуты голоса, еще не было Reddit и, значит, дискуты голоса. Вот, ну и, наконец, самый классический способ, это информация, да, информация из social integrator поступает, значит, на универсальный модуль, который, агрегируя, значит, информацию по разным каналам, позволяет строить пользовательские модели на основе разнородных данных. Это вот social feeder этим и занимается. Вот, ну и, наконец, значит, другой вид получения информации, это то, что мы собираем с веб-сайтов, это сайт spider, вот, или сайт кроллер, который кролит веб-сайты, сдергивает из них информацию и с помощью шаблонов, которые задает человек вручную, либо робот формирует сам на основе машинного обучения, значит, вот эти вот на основе шаблонов извлекается информация из текста. Вот, и информация, которая извлекается из текстов, информация, которая появляется по каналам связи, информация, которая появляется через, значит, вот через из социальных сетей, она попадает, собственно, на, так сказать, в систему, которая занимается машинным обучением, то есть мы кластеризуем информацию, мы строим, выявляем, определяем отношение категории, информация, так сказать, объектов каких-то взаимоотношений между людьми к каким-то категориям, значит, мы получаем обратную связь от пользователя, мы учимся на основе этой обратной связи, ну и в результате всего этого мы выдаем какие-то ответы обратно человеку через модуль, значит, Talker Writer коммуникационный, где информация дальше передается к коммуникатору и дальше сливается, значит, либо в чат, либо в интерфейсы гуишные на андроиде, на свинге, на джекуэре. Либо мы можем вызвать репорт в Writer, который может сделать аналитический отчет. Причем аналитический отчет на сегодняшний день может дело оформляться либо в виде HTML, и тогда просто визуализироваться как есть, либо просто он структурированно передается в виде JSON, и тогда, соответственно, если вы отчет сгенерировали в виде JSON, вы можете его через API отдать какому-то другому сервису, который его как-то визуализирует уже сам с помощью своего форматирования, вот, либо у нас есть встроен, ну, в существующем вебовском пользовательском интерфейсе есть граф-рендерер, который на основе JSON, которые, генеритический портрайтер, он эти JSON может превращать в граф. Вот, и, так сказать, давать возможность интерактивно работать с графами. Так, я вижу, у меня осталось 20 минут. Итак, значит, соответственно, да, это вот тоже как бы красивая картинка. Вот, на самом деле, как все страшно выглядит на сегодняшний день. Это я вот сегодня пытался как раз собрать все, что есть, и как оно все между собой взаимодействует. Слова, значит, примерно все те же самые, вот, но, а я, наверное, сейчас пока не буду про это рассказывать, если не будет вопросов. Если будут вопросы, вернемся, я расскажу. Соответственно, что мы на сегодняшний день, значит, умеем делать? Значит, мы получаем, значит, ну, первый случай. На основе как введенных вручную, так и определенных роботом шаблонов, а также исходных сайтов для кролинга, как введенных пользователем, так и, значит, автоматически найденных роботом, мы формируем новостную ленту. В этой новостной ленте мы, значит, формируем, дел в руках, включаем тексты новостей, которые мы сами извлекаем с интернет-страниц в соответствии с этими вот шаблонами. Вот. Дальше мы определяем для каждой позиции новостной релевантность персональную и слева, и, значит, социальную справа. Вот. Дальше мы в соответствии с настройкой человека и, возможно, значит, его платностью, его подписки отсекаем топ максимальный, там, там, 10 или 20, сколько задано позиций. Остальное просто, значит, уходит в сборщику мусора. И включаем это в новостную ленту. С тем, чтобы человек дальше уже мог дать свою обратную связь, и система дальше на этом обучалась. Значит, вот как, собственно, устроены шаблоны. Вот. Я про это рассказывал, значит, в прошлом году, значит, повторюсь, что, значит, шаблоны, которые, по которым ищет агент, могут, значит, вручную задаваться, либо в ограниченном объеме они сейчас формируются автоматически. На самом деле метод, способ автоматического формирования шаблонов для пользователей – это очень такая серьезная проблема EGI, которая, опять, связана вот с explainable AI. Вот. Трудно представить большую связь с explainable AI, потому что наша задача, идея заключается в том, что, собственно, вот это вот то, что здесь называется deep pattern – это, собственно, такой вот глубокий структурированный текстовый шаблон, который на самом деле является аналогом распределенной нейронной сети. Вот. Разница только такая, что модель нейронной сети, она не explainable и не interpretable, а вот тот шаблон, который здесь у нас написан, он explainable и interpretable. Вот. Потому что шаблон устроен в следующем образе. То есть шаблон определяется как… либо… значит, определяется как некоторый набор, где набор может включать… быть либо дезюнктивным, либо конъюнктивным, либо последовательным. Да. То есть последовательный набор – это конъюнктивный набор, который предполагает еще последовательность элементов, которая может быть описана как n, m skip, n-gram. Вот. Соответственно, вот так вот мы определяем дезюнктивный набор, так мы определяем конъюнктивный набор через разные типы скобок, и так мы определяем, значит, Engram. И, соответственно, паттерн может являться либо токеном, то есть просто ключевое слово, либо регулярным выражением, либо переменной, либо набором. А дальше у нас начинается рекурсия, потому что у нас, если у нас, потому что... Как ты определяешь Engram? Engram я понял, а Engram куда делся? Ну, я, видимо, сократил. То есть на самом деле, да, то есть на самом деле вот это, вот это вот, 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 Engram, оно должно стоять здесь. Все понятно. Вот, поскольку у нас элементом любого набора является паттерн, то по рекурсии мы можем строить любые деревья, которые я показывал, значит, на одном из прошлых докладов. Ну, и вот пример того, как мы можем, значит, имея такие интерпретируемые шаблоны, извлекать сущности из текста. Вот у нас описан с помощью вот этих вот разных... Да, вот еще что важно, значит, переменная обозначается через доллар. То есть если перед словом стоит... Если слово без доллара – это токен, а если слово с долларом, то это переменная. Вот, регулярные выражения, они пишутся как стандартные регулярные выражения. А что еще важно, вот здесь вот есть помечание, что есть еще механизм, с помощью которого мы можем навешивать на любые переменные доменные ограничения. То есть мы можем про любую переменную, которую мы здесь описали, на любую переменную навесить другой шаблон. То есть у нас может быть шаблон, включая переменные, где на переменные могут вешаться шаблоны. Вот эти переменные, в свою очередь, могут иметь переменные, на которые тоже могут вешаться шаблоны. Так вот тот шаблон, который вешается на переменные, он, по сути, является, так сказать, доменным... Ограничителем домена, значит, или области определения данной переменной. Вот мы описали такой шаблон. Если мы применим, умножим этот шаблон на некоторый текст, то в результате, грубо говоря, сверки вот такого шаблона с таким вот текстом мы получим объект, где значения всех переменных будут определены. Что мы, напустив описание некоторого паттерна медицинского изделия, применив его к тексту, описание этого медицинского изделия, получили характеристики этого медицинского изделия. Значит, другой важной фишкой, значит, вот этого поиска и извлечения информации является то, что мы пытаемся применять на деле методы AGI или адаптивного обучения, значит, с ограниченным количеством ресурсов для поиска информации. То есть, предположим, что у нас у вот этого самого несчастного агента, значит, в первой версии у нас были глаза, но потом кто-то сказал, что глаза бесят, поэтому из пользовательского интерфейса глаза убрали. Сейчас, значит, и на вебе, и на андроиде он без глаза. Вот, вот, предположим, у него есть два начальных урла, которые указывают на вот эти вот две странички. Вот, и ему сказано, что нужно там что-то искать, да, вот искать, значит, что-то, что-то очень похожее на этот большой, значит, зеленый, как-то изумруд справа. Вот, ну, естественно, способа два, то есть, либо вообще ходить по всем ссылкам, которые можно найти, да, то есть, из этих двух ссылков переходить по всем урлам, значит, и индексировать до тех пор, пока ссылки не кончатся, вот, либо пока не кончится там электричество в сети или там память, значит, в кэше, значит, или там батарейка на телефоне, если, значит, это на телефоне. Вот, соответственно, мы используем принцип, значит, AGI, тот, который я говорил вначале, что мы работаем с ограничением ресурсов, соответственно, агент пытается запоминать некоторые пути, которые приводили, значит, к поиску в прошлом для того, чтобы впервые отрабатывать те пути, по которым, значит, ему удавалось найти информацию в предыдущие разы. То есть, грубо говоря, если ему дают первый раз какой-то шаблон, по которому он никогда не искал, он делает, что называется, исчерпывающий поиск до тех пор, пока либо чего-то не найдет, либо пока не кончится время, которое ему отодведено. Значит, если время кончилось, то извините, если ему что-то удалось найти за отведенное время, он это запоминает, и в следующий раз, когда ему говорят найти что-то, значит, то же самое или что-то похожее, он в первую очередь будет ходить по тем ссылкам, по которым ему удавалось пройти в прошлый раз. Под ссылками подразумеваются не урлы, а тексты. Ну, то есть, грубо говоря, если человеку говорили, что нужно там искать, к примеру, основательной компании, и он знает, что ему в прошлый раз удалось, жамкнув на ссылку, допустим, менеджмент, значит, перейти потом на ссылку founders и там обозначить, значит, имена, фамилии фаундеров, то в следующий раз, значит, когда ему будут говорить, значит, найди мне фаундеров, он будет, значит, самая всегда прыгать на ссылку, значит, где company management или менеджмент, вот, или там, значит, partners там, или там бизнес, вот, то есть он пытается запоминать, так сказать, паттерны, как перехождения по ссылкам, когда индексируют интернет, и таким образом экономит, пытается экономить ресурсы как свои, так и своего пользователя. Вот, значит, второй случай. Переходим, так сказать, к анализу социальных информаций. Вот, допустим, мы берем, значит, и анализируя, значит, лог моих взаимодействий в той или иной социальной сети, мы, во-первых, можем по интервалам времени следить, в какие интервалы времени, значит, на мои посты наиболее активная была реакция. Вот, например, мы здесь видим, что из 100%, вот, что вот там, значит, в какой-то момент я набрал в 2017 году в районе Нового года я набрал 100% активности слева, а вот третья позиция сверху, в 2018, 0.3, 0.2, 0.3, 0.9, я набрал 60% от максимальной кармы, значит, когда что-то писал про OpenCock. Вот, ну и, так сказать, вот здесь вот цветом выделены те слова, которые, в общем, в моих коммуникациях привлекали наибольший интерес пользователей. Вот, после этого я могу сравнить это с другим отчетом, где видно, за счет того, за счет каких людей я получил вот этот вот максимум лайков или комментариев. Вот, и вот здесь опять-таки вижу цвет, так сказать, цветом, и, точнее, так сказать, размером шрифта выделены мы максимально тех людей, которые делали максимальный вклад вот в реакцию на мои сообщения. То есть я могу видеть, кто на меня реагирует, в какие периоды люди на меня реагируют, и на какие посты, и на какие темы, и на какие слова, как люди реагируют в большей степени. Соответственно, значит, чтобы воспользоваться этим, значит, можно на сегодняшний день это все опробовать, значит, либо на нашем демо-сайте, либо, значит, соответственно, сконфигурировав у себя такой сайт, значит, или, так сказать, с нашим интерфейсом, или там заменив наш интерфейс своим собственным. То есть при этом интеграция социальными сетями, она как бы конфигурируема, да, то есть все параметры сетевых соединений, все там эти токены, сикприты, API-ключи, значит, они все являются параметрами конфигурации. То есть если вы хотите, грубо говоря, сделать себе такого корпоративного агента, вот, вы просто, так сказать, ставите его у себя на сервере, вот, и сами, значит, вы получаете все нужные токены в Телеграме, там, ключи API в Reddit, там и в Фейсбуке. Их прописываете, тестируете, значит, согласовываете их с Фейсбуком, вот, и все это у вас начинает радостно работать и, вот, давать такие отчеты. Ну, в общем, и, соответственно, если у вас есть конфигурированный сервер, то пользователь, так сказать, во-первых, подтверждает по стандартному АУТ-2 протоколу то, что он согласен на работу с вашим, так сказать, или с нашим приложением, вот, после чего у вас появляется возможность, надо сказать, по данному сервису заказать репорт. Вот, под Фейсбуком, к примеру, или под Reddit, там под ним появляется пункт меню репорт, вот, вы можете жамкнуть на репорт и получить информацию, значит, некоторый дефолтный репорт с некоторыми дефолтными настройками. Там у репортов аналитических настроек довольно много, вот, по дефолту прописаны наиболее популярные, но если вы будете в чате с роботом общаться, вы можете там задать кучу параметров, за какой период нужен отчет, какие позиции включать отчет, а там, допустим, меня интересуют только друзья, там не интересуют последователи, или наоборот, меня интересуют только последователи и там карма за периоды, но не интересуют друзья, как к примеру. Вот, ну и в конце, и кроме, так, сейчас секундочку сброшу. Вот, и кроме того, значит, вы можете, значит, помимо отчетов вы можете визуализировать свой социальный граф, вот. При этом, значит, визуальных графов сейчас на самом деле есть два, то есть вот то, что сейчас показано на экране, это старая технология социального графа, которая была сделана для Фейсбука и для, значит, и для ВКонтакте, и для Google+, вот. Вот, и там по правилам этих сетей вы через API можете видеть только ближайшее окружение. Ну, сейчас вообще ничего в этом самом, в Google+, и в Фейсбуке вообще ничего не можете видеть. Вот, в Reddit можете видеть с большими ограничениями. Вот, а вот для всяких соцсетей на блокчейне, и там, так сказать, все попроще, потому что там вся информация открытая, и вы можете вообще по всему графу социальному бродить без всяких юридических ограничений. И поэтому вот поверх вот этого интерфейса сейчас, значит, по правой кнопочке можно сделать так называемый граф Куэри и получить граф, значит, с любым количеством как бы уровней, с любым количеством рукопожатий, включенных в то, так сказать, в этот граф. То есть, грубо говоря, там есть параметр граф Куэри Рэндж, вот, и если вы говорите, значит, один, то будете видеть только ближайшее окружение. Если укажете два, то будете видеть своих друзей и друзей своих друзей. Если укажете три, то будете видеть там еще и друзей, друзей своих друзей. Вот, а если укажете там сто, то, так сказать, по всей видимости увидите весь граф. Значит, единственная проблема в этом случае будет, что это известная проблема, значит, связанная с визуализацией графов, что графы размером более, там, порядка нескольких тысяч вершин и ребер, они в браузере умирают. Вот, соответственно, на браузере вы можете показать вот только ограниченного размера графы, вот, а если вам нужны красивые графы, которые обычно, значит, рисуются, значит, во всяких статьях, то это надо делать не через веб, это нужно делать на локальной станции, вот, а визуализатор графов, значит, кстати, визуализатор графов для локальной, для клиентской версии сейчас пока не доделан. То есть графы можно смотреть только через веб-версию, вот с этим вот ограничениями. Соответственно, как это работает, то есть если у нас на исходных данных социальной сети есть информация о том, что вот кто кого залайкал или кто за кого проголосовал, кто какой пост написал, значит, какой коммент на какой пост кто сделал и какие слова кто в каком посте исследовал. Вот, исходя из этой информации, мы используем некоторую математику, которая есть в статьях, вот, есть математика для вычисления друзей, для вычисления поклонников, для вычисления авторитетов, для вычисления кармы или репутации. Вот, и мы можем вот исходный граф обогатить таким вот образом, то есть мы можем выявить интересы друзей, интересы меня, перечисление этих интересов, значит, кто на меня похож, кто является моими друзьями, кто поклонниками, авторитетами, значит, какие у меня посты, как у меня меняется карма по периодам, как меняется употребление моих слов по периоду, за периоды, ну и так далее и тому подобное. Вот, дальше, кроме этого, мы можем, значит, посмотреть, если у нас граф открытый, да, то есть если информация публичная, то мы можем позаниматься структуризацией социума, то есть можем повыявлять социальные типы, то есть либо человек, либо там людей, у которых много лидеров мнений, то есть это тип последователь в верхнем левом углу, либо это, наоборот, человек тип лидер, у которого много последователей в левом нижнем углу, либо это человек, значит, который, так сказать, просто, значит, у которого много друзей и партнеров, вот, значит, в правом верхнем углу все примерно на одном уровне, либо человек, который является коннектором, у которого есть несколько лидеров мнений, но и, значит, у которого есть несколько последователей, для которых он информацию ретранслирует. Вот, также можно по этим графам бродить, то есть можно, начиная с графа в верхней точке, вверху, в серединке, начать переходить по вершинам из одного графа к другому по стрелочкам, кликая все время на граф в самом верху и в конечном итоге прийти к самому главному авторитету. Вот, но данная вот картинка, кстати, показывает, что теория шести рукопожатий не работает, потому что вот здесь вот для того, чтобы от первого человека наверху прийти к самому последнему человеку внизу слева, нужно сделать раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять рукопожатий, десять переходов нужно сделать, и это для маленькой соцсети стимул. Для всего мира, видимо, это еще хуже. Вот, ну или вот следующий случай, это уже использование алгоритма текучей репутации или взвешенного текучего рейтинга, про который я тоже в прошлом году рассказывал, для того, чтобы рассчитывать репутации в сообществе. То есть вот здесь вот на заднем плане слева видна часть нового отчета, которая буквально вот новая версия отчета появилась на прошлой неделе, статья на медиуме выйдет, видимо, на следующей неделе. Вот тут вот показана вверху старая табличка, старые две таблички, последователи или фанатики, вот, и рейтинги последователей, и авторитеты, вот только один авторитет есть у меня, вот, а они же, начало таблички, это reputation и community. То есть это вот все сколько-то там тысяч пользователей в стимите есть, сколько их были активны за учет, за отчетный период, вот все рейтинги их проставлены, начиная от, значит, самого главного и кончая последнего, вот по этому алгоритму выйдет ликвидра, который мы используем. Вот, ну и, значит, а с правой стороны граф, который тоже, так сказать, является, по сути, уже графическим представлением отчета, тоже, так сказать, выделено несколько связанных кластеров, причем можно, так сказать, анализировать эти кластера, так сказать, по различным типам взаимодействия. И тут вот внизу видно на контроле, что различные галочки можно выбирать, либо мы используем только голосование или лайки, либо только платежи, поскольку это блокчейн, то здесь можно и платежи анализировать, транзакции между пользователями, либо только комментарии, кто кому комментарии пишет. Ну, это, собственно, иллюстрация того, как работает в этот литер-крэнк, формула в правой стороны, что репутация участника рассчитывается, исходя не только тех рейтингов, которые ему присваивают другие участники по ходу взаимодействия в сети и по конкретным транзакциям или конкретным коммуникациям или постам или комментариям, но и рейтинги самих участников. То есть, грубо говоря, если я там ставлю кому-то минусы, а у меня самого репутация не очень хорошая, то это влияет не сильно, а если я ставлю кому-то плюсы, а моя репутация очень хорошая, то это влияет гораздо больше. Ну, вот пример того, как мы вот этот репутационный анализ, значит, используем SingularityNet, то есть SingularityNet мы использовали API репутационной системы, которая может быть использована любым маркетплейсом. Вот, на сегодняшний день есть две реализации вот этого репутационной системы с использованием алгоритма Weighted Liquid Crank. С помощью этого API можно разделять добросовестных и недобросовестных участников, то есть с левой стороны показано, что почти все, значит, жулики попадают, значит, по уровню репутации меньше 50%, ну, и подавляющее большинство честных участников попадают на уровень репутации выше 75%, это, соответственно, все синие. Ну, есть, естественно, и ошибочки, вот, но, тем не менее, мы можем, в общем, разделить честных и жуликов в среднем. Вот, ну и последний, да, и, значит, на сегодняшний день, как я сказал, есть две реализации вот этого алгоритма Weighted Liquid Crank. Одна это реализация, это чисто нативная реализация Singularity Нет на Питоне, а вторая реализация, это сделано в рамках E-Igents, вот, и как раз достижение последнего месяца, что репутационная система сейчас полностью встроена вот в этот вот в ядро агента E-Igents, то есть сейчас агент автоматически вычисляет репутацию для всех социальных интеграций, где данные открыты, то есть Дискорс, Стимед, Голос, Эфириум для всех вот этих вот систем, автоматически вычисляется репутация по алгоритму Weighted Liquid Crank для всего сообщества. Так, ну, это вот дальше уже то, что было сделано, планов громадье, ну, собственно, наверное, все тогда. На этом можно остановиться и перейти к вопросам и ответам. Спасибо. Так, коллеги, у кого и какие вопросы? У меня, давай я начну с тебя, Антон. Вот первый вопрос, это вот по поводу, что касается шаблонов. А из каких соображений ты исходил, когда рисовал грамматику вот этого языка шаблонов? Я понял так, это какое-то пропозициональное исчисление рекурсивное, что мне так показалось вообще говоря. Квантеров там нет, только последовательные, дезинктивные последовательности, конъективные последовательности и вот переменные, которые могут снова заменяться последовательностью. Из каких соображений вот такая грамматика? Значит, из соображений, как это, значит, я аккуратно скажу, инженерных. То есть, никакой теории здесь не было. Никакой нет, это просто чисто такой здравый смысл. Да, 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 в этом смысле, да, так можно сказать. Более того, значит, в какой-то момент, так сказать, да, регулярные выражения долго отсутствовали, но в какой-то момент были добавлены регулярные выражения, и доменные ограничения на переменные тоже были добавлены достаточно недавно. Более того, там, значит, они еще не доделаны. А вот опыт использования этой грамматики показывает, она достаточно адекватна или что-то все-таки хотелось бы по-лучшему? На сегодняшний день, с моей точки зрения, неадекватным является реализация. То есть, есть баги в реализации, которые иногда дают, в общем, те результаты, которые не ожидают. То есть, где-то в реализации есть баги, вот, и, возможно, эти баги где-то связаны с некоторыми, я допускаю, так сказать, теоретическими, отсутствием некоторой теоретической проработки. Вот, но в целом, в целом, как бы, глобальных проблем я пока не вижу. То есть, пока что основная проблема – это не, так сказать, исправление существующих багов и не, как бы, обоснование правильности грамматики, а, так сказать, выработка алгоритмов, которые смогли бы хотя бы в рамках действующего формализма делать эти, формировать эти шаблоны автоматически. То есть, собственно, решение задачи, значит, explainable AI хотя бы вот в рамках этих шаблонов. То есть, тебя больше, значит, как бы волнует автоматическое формирование шаблонов, нежели, так сказать… Ну, с практической точки зрения, мне кажется, это проблемы больше. Понятно. Хотя, может быть, я и не прав. То есть, может быть, на каких-то случаях, на каком-то тестировании выяснится, что там есть какие-то фундаментальные косяки, вот, но пока что такого нет. Пока что я все косяки объясняю просто багами реализации. И вот второй слайд, там твоя громадьё, концепция твоя большая, которая… Так, правильно. Ну, большая, второй слайд какой-то большой, где-то я рассказывал свою концепцию. В самом начале? Да, в самом начале, да. Вот этот или вот этот? Нет, чуть ниже. Ну, вот саму идею-то рассказывал там. Еще дальше. Там, где у тебя много, ну, разложенные по 15-й год, 20-й год, планов громадьёв. А, сейчас, вот это. Вот этот, да, вот этот, скажи. Вот, смотри, значит, ты как бы разложил проблему, значит, вот для корпоративных агентов и личных агентов, да? А платформа, я так понимаю, рисуется только для корпоративных, так сказать, исходя из стрелочек, правильно? Ну, я могу пояснить, значит, имеется в виду, что если кто-то делает персональных агентов, то, скорее всего, этот кто-то, это не человек, а, скорее всего, это какой-то бизнес. Я вот это вот, то есть все-таки здесь имеется в виду, что потребителем платформы вряд ли является там конкретный пользователь. Хотя, 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 хотя тут есть нюанс, потому что, то есть тут есть такая гипотеза, да, хорошо, что вы задали этот вопрос, значит, есть такая гипотеза, что мы делаем вот этого ассистента не только для того, чтобы человек мог, значит, пользоваться им как, значит, тупым агентом, да? Ну, чтобы он использовал его в качестве инструмента собственного творчества, создавал какие-то собственные модели, создавал, стренировал своих каких-то агентов, да, то есть, есть в рамках, ну, это как бы уходит в область бизнес-дискуссии, есть такая гипотеза, что если мы делаем агента, которого можно тренировать на любую область, то мы можем по франчайзе, значит, этих агентов продавать, вот, и другие люди могут этих агентов настраивать на такие предметные области, которые на голову не приходили. Ну, тогда мы считаем, что этот человек, он является... Ну, если надо, то да, давай, конечно. Я это имел в виду, что можно делать приготовки такие, полуфабрикаты, и продавать их на самом деле. Совершенно верно, да, это часть гипотезы. Да, понятно. Ну, и последний, третий вопрос, вот ты все время говоришь, мы, мы, это что вот такое мы? Ну, он в том же момент, это Яни Карлай-2 и, так сказать, ряд, скажем так, как называется, единомышленников, которые периодически... Ну, как бы, так сказать, Евгений Евгеньевич в каком-то смысле является этим участником, ну, то есть, по крайней мере, он, так сказать, мы с ним эту тему много обсуждали, вот, и он дал согласие выступать научным руководителем проекта, поэтому, вот, если он не возражает, я его продолжаю, значит, в качестве идеологического, значит, наставника. А он присутствует, ты присутствуешь здесь? Да, я присутствую, меня слышно? Да. Да, я, конечно, не возражаю, вот, но у меня тут есть пара вопросов, если нужно. Давай. А вот, а какое отношение это имеет к EDI в целом? То есть, вот, понятное дело, что это довольно такая мощная и многоплановая разработка, но дело в том, что у EDI там есть свои какие-то масштабные задачи, какая-то своя большая платформа, это является элементом EDI или это, так сказать, какой-то предварительный макет тех методов, которые можно включить в EDI? Ну, смотрите, значит, вот, если вы помните, значит, последняя идея Дена Герцеля, которую он, по-моему, озвучивал в Москве очередной раз, что, ну, поскольку как делать EDI мы до сих пор еще не придумали, вот, давайте, значит, сделаем, ну, а Nero AI мы делать не хотим, давайте будем делать Nero AGI. Что такое Nero AGI? Это AGI, который не совсем еще общий, но и не очень узкий, да? То есть, мы делаем такой узкий EGI для работы с онлайн информацией. Соответственно, мы, так сказать, проект EGI для меня, это моя, так сказать, попытка сделать AGI в сфере работы с онлайн информацией достаточно широкий, чтобы мы не говорили о том, что мы автоматизируем там только финансы или там только недвижимость, но и достаточно узкий, чтобы мы говорили, чтобы мы не пытаемся там автоматизировать там эти самые сортировку рыбы на конвейере, вот, или там, значит, считывание номеров, значит, на машинах на парковке. Да, у меня следующий вопрос. А вот шаблоны вот эти, они пишутся вручную или они все-таки как-то извлекают, естественно? Смотрите, вот, значит, есть два варианта возникновения шаблонов в системе. Первый способ, они формируются вручную, вот, а второй способ, они формируются автоматически в результате, значит, алгоритма, который сейчас реализован в достаточно простом виде, то есть там есть только один, в этом алгоритме есть только один частный случай, значит, извлечения дезюнктивных наборов ключевых слов, вот, ну и он как-то работает, то есть вот он как-то сейчас работает в боевой версии, то есть если вы начнете пользоваться проектом I-Gence, вот, вы в какой-то момент начнете увидеть, что у вас появляются в разделе Topics, некоторые темы, некоторые комбинации, дезюнкции, которые вас, они бы приятно удивят, либо, значит, приведут в состояние шока, вот, по-разному бывает. Ну, на самом деле мы для генетики делали очень похожую программу, которая в генетические последовательности увеличит такие комбинации снов, которые могут отвечать за транскрипцию генов, причем эта комбинация определяется и рекурсивно, вот, она зависит от того, какие слова с чем сочетаются на каком состоянии, есть ли там повторы, есть ли какое-то относительное расположение, и вот, и в принципе, то есть, какой опыт построения, автоматического построения таких шаблон на генетических текстах у нас был? Ну, вот, как раз одна из задач, которая на этот год стоит, в частности, вот, для проекта Singularity Нет, это именно улучшение качества вот этой автоматической генерации шаблонов. Поэтому, вот, грубо говоря, если бы была у кого-то возможность, там, так сказать, предложить и встроить решение вот этой вот задачи автоматической генерации шаблонов, то, я думаю, для, значит, Singularity Нет, значит, это было бы интересно. Вот, на сегодняшний день они, значит, мы с Берем обсуждали, значит, у них есть желание решать эту задачу, используя глубокие нейронные сети. Вот, здесь кто-то присутствует, с Singularity Нет, не знаю, у нас кто-то есть из Питера, случайно, к нам никто не зашел, кто мог бы прокомментировать по этому поводу. Так вот, я могу поместить нейронные сети, которые, опять же, непрозрачные. Вот, я могу поделиться с той конструкцией построения шаблонов, которые мы использовали в Генетике. Там есть вполне определенные рекурсивные, так сказать, настройки на поиск шаблонов, но, так сказать, в терминах слов, то есть, они в терминах не будут сети. То есть, я могу это рассказать при желании. Ну, отлично, хорошо, я зафиксировал, Генетич. Да, да. У меня такой вопрос, Антон, вот такая, ну, как бы, виртуальная задачка. Скажем, я хочу собрать информацию о коронавирусе, то есть, публикации по коронавирусу, да? Вот, это близко к твоей идее, я так понимаю, что я сейчас говорю. Но мне нужно научиться построить такой шаблон, который бы отличал, ну, как бы, правдоподобную информацию от фейковой информации. Это можно делать в рамках твоей, вот, так сказать, твоей? Ну, смотрите, значит, здесь, как бы, так сказать, сразу много возникает встречных вопросов, да? Значит, вопрос первый, да, вот если вот перейти к тому слайду, который сейчас на экране, где вы информацию будете брать? Ну, вот, например, если вы скажете, что я хочу собирать информацию, значит, в группах в Facebook, вот, я вас очень сильно расстрою, потому что легального способа собирать информацию в группах в Facebook нет, вот, и есть только, так сказать, полулегальное, которое нужно отдельно обсуждать, и которое, так сказать, достаточно дорого... Я в вебе буду играть, там, который... Теперь идем дальше, в вебе. Вот, теперь идем дальше в вебе, значит, значит, да, в принципе, да, но, значит, у нас, вот, опять-таки, сейчас существующая версия продукта заточена не на сбор информации, а на мониторинг, более, с одной стороны. С другой стороны, есть такая задача, вот, она, значит, возникает, причем, вот, по-моему, в четвертый раз, вот, вы четвертый человек, в общении с которым эта задача есть, которая выглядит примерно следующим образом. Сейчас я вот ее просто оттрансирую, что мы, грубо говоря, делаем, говорим в системе, что нас интересует все про коронавирус, к примеру, да, а система долго жужжит и говорит, что вот есть, значит, раздел, перечень информации, значит, по поводу того, значит, симптомы коронавируса, вот есть лекарства от коронавируса, вот есть социальные последствия коронавируса, то есть вот политические последствия коронавируса, то есть делает, как бы, классификацию тем, значит, и разделов, и источников между различными, значит, аспектами проявления коронавируса и еще как-то рисует, структурирует взаимоотношения между ними. Второе. Третье. Она анализирует сентимент, да, значит, в отношении того и другого, то есть все радуются, все хорошо относятся к лекарствам от коронавируса, но все плохо относятся, там, к симптомам коронавируса. Вот. Ну и, наконец, последнее. Фейк-не-фейк. Ну, вот это вот последнее, это самая большая проблема, потому что, значит, для того, чтобы, ну, это вот, знаете, как с анализом акций, да, то есть вам на самом деле, для того, чтобы предсказывать, скажем, курс акций, не всегда достаточно знать историю, да, вам по-хорошему нужно знать некоторые фундаментальные причины часто. Вот. Здесь примерно такая же история. То есть для того, чтобы знать, фейк это или не фейк, часто информации в интернете недостаточно, вот, но вы можете привлечь сюда вот это пресловутые, то есть репутационные вещи. То есть, соответственно, если у вас есть возможность, если у вас достаточно в системе информации накопленной о репутации тех источников и о тех, и вы можете анализировать последовательность распространения, то есть это как бы вот у нас этого сейчас нету, но, значит, но есть просто отдельные проекты, которые направлены именно на анализ фейк-не-фейк, которые по любому, так сказать, событию, любому мему, любому по поводу, они отмеживают динамику распространения, значит, по интернету, и могут смотреть, если выясняется, к примеру, что все негативные сведения о коронавирусе, к примеру, рождаются там, к примеру, в каком-то украинском городе, к примеру, ну, к примеру, не знаю, или там в каком-то китайском городе, то может, а новости касаются, к примеру, России, то возникает вопрос, а не является ли этой манипуляцией, значит, соответственно, конкретными людьми, то есть на Украине или в Китае для воздействия на, так сказать, аудиторию в другой стране. Вот, то есть тут все, но в принципе, да, ну и третий, и по четвертый момент, что для того, чтобы такой анализ сделать, для этого нужны все-таки достаточно большой объем информации собранной. То есть это уже не персональный ассистент, или это персональный ассистент очень, так сказать, важной персоны, у которой есть денег на большие мощности и большой объем накопленной мониторированной информации. Ну, я правильно понял, что вот то, что я сформулировал гипотезу, это соответствует твоей задумке, которую ты разослал? Или нет, или это далековато? Я честно скажу, что в то, что я бросал, я сильно много мыслей не вкладывал. А, то есть ты просто, так сказать, отреагировал, да? Да, 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 я просто, так сказать, увидел, вот сильно много мыслей я вкладывал, но, безусловно, оно имеет право на фиксирование в том числе. Спасибо. У меня вопрос такой. А вот N-грамм, это фактически отрицание вводится, правильно я понимаю? Почему нет? N-грамм, это просто, то есть вот есть 2-грамма, это 2, а последовательность из 2, а N-грамма, это последовательность из N. Нет, темантика вот этого, как интерпретируют. Это просто последовательность, Леша. Нет, запись это запись. Когда мы берем конъюнкцию, это конъюнкция условий, выполняющихся. Дизъюнкция это дизъюнкция. Когда N-грамм берется, это последовательность, но импликация тоже последовательность, но с особой, так сказать, семантикой. Вот как в этом, вот это, так сказать, выражение интерпретируется? Ну, смотрите, здесь интерпретация нелогическая, здесь интерпретация структурная. То есть, смотрите, когда я говорю дизъюнкция, это я говорю, что в данной позиции должен появиться один из перечисленных элементов. Это понятно. Да, когда я говорю конъюнкции, я говорю, что в данной позиции должны появиться все перечисленные элементы в любом порядке. Да, да, да. Когда я говорю M-скип N-грамма, я говорю, что в данной позиции должны появиться все перечисленные элементы в количестве N в указанной последовательности, при этом пропуски между этими элементами должны быть не больше, чем M. То есть M – это, так сказать, количество позиций, которые мы можем пропустить в пределах составной позиции. Вот здесь как-то так. То есть это, там нет, Сережа, математической семантики, там чисто структурная семантика. Нет, там реально есть. Когда мы берем пропуски, это мы берем отрицание фактически. Вот, я, может быть, с другой стороны отвечу, вот, так сказать, вот, потому что, на самом деле, я не знаю, правильно ли это имелось в виду или нет, но с моей точки зрения делать правильный сентимент-анализ качественный без N-грамм невозможно. По какой причине? Вот приведу простой пример. Что у нас есть, допустим, слова «плохо», «хорошо» и «хорошо», да? Вот, если мы строим сентимент-анализ на словах, вот, то «неплохо» будет давать положительный сентимент, правильно? Точнее, отрицательный сентимент. А «нехорошо» будет давать положительный сентимент. То есть нам, ну, так сказать, комбинации слов, то есть нам N-граммы нужны для того, чтобы, значит, иметь возможность работать в языке с отрицаниями. Ну, вот я говорю, что это отрицание ввести практически. Ну, это не обязательно отрицание в общем случае. Там как бы это отрицание – это просто самый простой пример, а в языке-то у нас кроме отрицания могут быть другое. То есть у нас там, так сказать, слова могут использоваться в разных контекстах. Соответственно, если слово, так сказать, имеет в разных контекстах, там, в сочетании с разными словами различные смыслы, то тогда, соответственно, мы не можем это слово как слово использовать в качестве фичи или характеристики там при построении шаблона. Мы должны обязательно использовать комбинацию. Ну, вот, к примеру, я хочу все узнать, все про искусственный интеллект. Я не могу строить шаблон, где будет дизъюнкция искусственный интеллект, где будет интеллект искусственный, потому что интеллект искусственный обычно не пишут. Мне нужно, чтобы было именно сначала искусственный, а потом интеллект. То есть слова нужны именно в этой последовательности. А вот как использовать вот такого сорта модификаторы лингвистические, типа очень хорошо, очень-очень хорошо, это позволяет твою вот эту конструкцию? Смотрите, в данном случае, если вы напишите, ну опять-таки, значит, то есть вы можете сделать шаблон, где вы напишите очень хорошо, это будет работать, вы можете написать шаблон, где будет написано очень-очень хорошо, сделать очень звездочка хорошо, где звездочка обозначала неограниченный повтор, вы не можете, хотя нет, вы можете написать регулярные выражения, но регулярные выражения это будет за пределами. Н-граммы я могу написать, я на раз очень-очень. Можете, пожалуйста, конечно. Я понял, что это. Значит, это можно использовать. Я, правда, сразу же подумал, не сломается ли там что-то в интерпретаторе шаблонов, почти наверняка что-то сломается, но, может, и не сломается. Это надо пробовать. Хорошо. Есть еще вопросы? Второй вопрос. Прошу пощадки. Второй вопрос. Реально вы описали фактически антологию, антологию своей системы. То есть из определенных систем, программных, которые есть, вы выбираете некоторые характеристики, которые вас интересуют, выделяете их. И затем строите мы, ну, так сказать, антологию для той модели, которая позволяет анализировать различную информацию, получаемую из этих систем. Правильно я понимаю? Я так не сказал. Описывается сигнатура этой системы, и затем ваш комментарий состоял в том, что вы фактически описали антологию. Ну, я все-таки, по-моему, я рассказывал не столько антологию, сколько, скажем так, функционал и архитектуру. Вот, 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 вот фундаментальная антология, она очень маленькая, там есть вещь и свойства, базовая антология, у нас есть базовая антология, и в этой базовой антологии есть такие вещи, как пользователь, сайт, тема, новость, там что еще, я, агент, self, агент как по себе. И там есть отношения, допустим, доверие, дата, текст, ссылка. То есть вот это является антологией. Переменная тоже элемент антологии. И вот уже из этих элементов базовой антологии я уже строю подграфы, которые являются специфическими для того или иного домена. Но есть еще и операции, которые позволяют определенную информацию извлекать. Ну, можно так сказать. Потому что если вы берете ту же систему ВКонтакте или Фейсбук, вы фактически определили некоторые фрагменты всей антологии. И операции, которые позволяют извлекать ту или иную информацию. Ну и второй, третий, вернее, вопрос. Вот как раз связь с тем докладом предыдущим, который был сделан об обработке естественного языка. Вот фактически здесь вы предлагаете определенную систему обработки естественного языка через шаблоны. Так? Да. Вот. А вот те методы, которые были изложены вот в предыдущем докладе, по-моему, они бы здесь тоже очень хорошо. То есть, собственно, вот тот механизм, я как раз вот этот вот слайд про шаблоны, он как раз из предыдущего доклада и есть. Это вот как раз слайд из предыдущего доклада. И там есть, на самом деле, есть понимание того, как можно вот то, что связано с грамматикой связей и неконтролируемое обучение языку, как мы можем из... То есть, одна из верх гипотез того, как мы можем прийти к автоматическому формированию более сложных шаблонов, а не просто дизъюнцы из ключевых слов, как сейчас, есть понимание того, как к этому прийти через грамматику связей. Вот. И через методы антипервайзер-тенгвич-лёнинг для грамматики связи. То есть, тут есть некоторое понимание, вот, но, как обычно, не хватает рук и денег. Ну, там не только то, что не хватает, там есть принципиальные проблемы. Да, в том числе есть принципиальные проблемы, совершенно верно. Приводит к проколению. Можно замечание сделать. Автору предыдущего доклада я отправил свои работы по моделированию как разных лёдников с помощью логико-вероятных методов. Вот, я эти работы ему отправил, он их изучает. И не исключено, что от него можно получить фидбэк о том, как можно использовать всё-таки логико-вероятные методы для, опять же, анализа текстов. То есть, это можно у него будет потом через некоторое время узнать. По крайней мере, он обещал дать фидбэк. А, извиняюсь, я неправильно понял вопрос. Я думал, вы имели в виду мой предыдущий доклад. Нет, 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 это доклад. Вот, нет, по этому докладу, значит, смотрите, значит, там ситуация такая, значит, я поясню. Значит, доклад был про глубокие нейронные сети. Вот, значит, у меня нету этого слайда. Вот, у меня этот слайд есть в моём предыдущем докладе про language learning. Вот, там показано, что есть гипотетическая возможность трансляции глубоких нейрофитовых моделей в объяснимые модели, так сказать, или интерпретируемые модели, вот, типа тех, которые, вот, типа вот этих вот иерархических шаблонов. То есть, на самом деле, так сказать, у меня есть гипотеза, что мы можем взять любую глубокую нейронную сеть, натренированную на любом, так сказать, язык, на любой языковой задаче, и извлечь из неё информацию в виде вот того шаблона, который мы сейчас видим на экране. Естественно, это будет информация, сжатая с потерями, вот, но возможно, что в результате, так сказать, вот этого сжатия и удаления вот этих вот потерь мы получим в результате интерпретируемую картину, которая будет, добавок, ещё и более точной, потому что те потери, которые мы при сжатии нейронной, до сети, до шаблона, поимеем, это будет, на самом деле, не потеря, это, на самом деле, будет очистка от шума. Да, 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 ещё можно обнаруживать вот такого рода шаблоны. У меня другой вопрос. А вот эти шаблоны, как они связаны с графом знаний? Граф знаний пополняется шаблонами или шаблоны извлекаются из графа знаний? Сейчас, значит, я, так сказать, вопрос правильный, сейчас я попытаюсь вопросить. Ну, значит, смотрите, граф знаний, значит, здесь может рассматриваться, так сказать, в двух смыслах. Во-первых, всё, что в системе хранится, в моей системе, это хранится в графе знаний. То есть, поскольку используется графовая база данных, там, на самом деле, их две используются. Одна для, так сказать, краткосрочной памяти, другая для долгосрочной памяти. Они там сейчас не очень хорошо дружат, но это отдельная история. Но так или иначе, всё хранится в графовом представлении. Вот. В этом смысле всё находится в графовой базе данных. В том числе переменные, в том числе доменные ограничения и всё-всё-всё-всё-всё. Это с одной стороны. А с другой стороны, что если мы извлекаем информацию из текста, то она, то формируется объект, который также сохраняется в графовой базе данных. То есть, вот то, что мы на экране, к примеру, видим, да, сейчас вот где-то новостная лента, сейчас я найду. А вот. Так, скачу. Вот. Так, вот, 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 вот. Так, короче, вот так вот. Вот, вот, новостная лента. То каждая строчка вот этой новостной ленте – это объект, у которого есть как минимум три связи. Одна связь к дате, другая связь там к тексту и третья связь к ссылке. То есть, это тоже всё. То есть, соответственно, мы создаём, значит, вот эти вот графовые объекты. Если у этого объекта есть какие-то атрибуты, определенные как переменные, то, соответственно, возникают связи к значениям этих переменных. То есть, у нас и модели хранятся в графах, и результаты извлечения информации на основе этих моделей, они попадают в конечном итоге в тот же граф, но только, так сказать, под другие ветви вот этой вот базовой онтологии. То есть, там у нас всё это висит, там, где шаблоны описываются, там это у нас висит под топиками, под темами. А тут у нас, получается, всё новости. То есть, разные метрики. Шаблоны можно искать как раз на этой графовой модели. Ну, шаблоны всё-таки, шаблоны всё-таки в моём понимании надо искать на тексте. То есть, всё-таки мы же шаблоны изначально ищем в текстах, но, возможно, мы и в графовой модели можем искать. Опять-таки, другие уже возникают шаблоны. То есть, если мы хотим искать шаблоны, скажем так, если у нас мы выявляем какие-то события, да, что, допустим, там кто-то что-то сказал, потом кто-то кому-то что-то написал, а потом в результате что-то произошло. И вот все эти события, значит, у нас оказались в графовой базе данных, а потом мы хотим, значит, выявлять какие-то зависимости, что если кто-то сначала кому-то скажет, потом кто-то что-то напишет, то потом что-то произойдёт. Если мы хотим вот такого типа закономерности выявлять, то это мы уже, да, тогда мы уже будем для анализа шаблонов именно последовательности событий будем использовать информацию о графовой базе данных. Вот, такая задача тоже есть, вот, но это, так сказать, уже следующий уровень. Понятно. Так, ну что, мы уже работаем почти час пятьдесят. Есть ещё вопросы? Всё, на этом тогда мы заканчиваем. Спасибо большое, Антон, очень много. Спасибо. Да, ещё есть возможность поговорить, потом уже приличная встреча. Хорошо. Кстати говоря, по поводу заказов, но ты же понимаешь...